Востояние. Привозной венгерский боксер, имеющий в своей карьере как достаточно много поражений, так и определенное количество побед. 23 раза он выигрывал, 11, вернее 10 раз терпел поражение. Ну и Энрику Кёлин, те, кто интересуется немецким боксом, те, кто постоянно наблюдают за вечерами компании Zauerland, прекрасно его знают. 15 боев на его счету, все победы абсолютно. Большая часть из них, вернее 5 всего лишь нокаутов, но так или иначе это еще одна надежда компании Zauerland, парень, которого старательно ведут по боям и постепенно усиливают уровень его соперников. Ну вот каждый раз, идя на эфир и читая статистику, кто же выйдет в ринг, мы понимаем, что Энрик Кёлин уже набил, несколько набил оскомину. Не самый интересный боксер, вроде бы все есть. И техника прекрасна, и стойка, и мощный, и ударный, и беспроигрышный пока. И вот каждый раз мы ждем от него чего-то нового, чего-то интересного. Давайте посмотрим, что же произойдет сейчас. Соперник у него не самый сильный, скажем так. Это даже видно визуально. По мускулатуре, по стойке боксерской. Да и вообще он с самого начала начал отступать почему-то. Не выдерживает он середину ринга, так вот крутится по часовой стрелке вокруг да около. Ну а Энрик Кёлин, я не знаю, что ему не хватает, наверное, прежде всего какого-то разнообразия, фантазии, возможно. Но слишком все стандартно, все правильно он делает. Но вот как-то хочется подсказать ему чего-то. Это полутяжелый вес до 79 килограммов, 378 граммов, если быть уж совсем точными. И в первой поединке Энрику Кёлинга, там первые 7, наверное, боев он никак не мог завершить досрочно. Там были 6 и 8 раундов, и совершенно не самые сильные соперники. Вот тогда уже о нем сложилась такая слава. А потому что мы практически все бои показывали на нашем телеканале, и, вероятно, любители бокса, телезрители прекрасно знакомы с этим спортсменом. Да, и уже вот, и как говорится, первое впечатление, когда оно складывается, потом, как бы себя спортсмен уже не проявлял, его очень сложно изменить. Но вот как раз Энрику Кёлингу предстоит теперь всей своей карьерой, возможно, годами доказывать, что вовсе он и не скучный. И, ну, забегая вперед, скажу вам, что уж этот бой скучным не получился. Удар молотка, 10 секунд до конца первого раунда, и мы реально... Удар молотка, 10 секунд до конца первого раунда. У нас начинается второй раунд Даниэль Регги против Энрику Кёлинга. И постепенно сейчас будет наращивать огневую мощь Энрику Кёлинг. Он понял, что боксер, который ему противостоит, вполне по зубам, но это было очевидно и до боя. Ну, в любом случае, уж не таков Кёлинг, чтобы бросаться от чертя головы вперед, он любит присмотреться к сопернику. Другое дело, что иногда эта разведка затягивается до поздних раундов и длится и 7, и 8, и бой заканчивается, а Энрику Кёлинг еще не завершил свою разведку. Точно. Прекрасно, помню. Ну, что говорить, как мы уже не раз рассказывали вам, практически все бои, которые проходят в Германии, за исключением китульного боя, естественно, предсказуемы. Вот у Даниэля Регги 23 победы, прошу прощения, 12 из них досрочных, 10, целых 10 поражений и 7 из них досрочных. То есть парень уже не раз побывал в нокауте и, наверное, он опасается еще раз оказаться на полу. Тем не менее, сопротивляется и так вот бесстрашно, я бы сказал, ну, пытается пока удерживать соперника на дальней дистанции. И вот, заметьте опять, это, конечно, минус и того, и другого спортсмена, они уже вот только за этот раунд сделали, наверное, 5 или 6 кругов по часовой стрелке. Более грамотный боксер, скажем, он читает соперника и просто-напросто понимает, что ему так удобнее крутиться, перерезает или отходит чуть правее, и тогда его сопернику деваться некуда. Он или у канатов, или в углу, вот и все. Ну, устраивает сейчас, судя по всему, то, что происходит в ринге и того, и другого. Конечно, не ожидал ни в коем случае Венгер, что будет он как-то работать первым номером и сразу же отдал инициативу. Но, как вы заметили, Андрей, он сопротивляется. Пока что дается ему сдерживать напор Келлинга. Ну, а Келлинг имеет такое спокойное, комфортное преимущество, отрабатывает периодически достаточно жестко по своему оппоненту. Но обед-то как жестко, вот особенно по туловищу. Посмотрите, не попал ни справа, ни с левой, но довольно-таки жестко и, наверное, боли нанес до удара по локтям. Концовка второго раунда. Ну, более нежен под конец трехминутки стал венгерский спортсмен. Нет в нем такой вот агрессии и он, скорее всего, устает морально в первую очередь, потому что за шесть минут ты точно не устанешь физически. Наверное, определенный страх, наверное, какие-то переживания или боязнь снова оказаться в нокдауне или в нокауте. Ну, здесь же еще есть, ну, другая, наверное, сторона этой медали. С одной стороны, если человек опасается оказаться в нокауте, он же должен делать все для того, чтобы победить. И понимают, наверное, и профессиональные боксеры, опытен достаточно, венгер, что если он будет вести себя пассивно, как раз шанс-то попасть в нокдаун или в нокаут выше. Или как работает мысль в данной ситуации? Расскажите, Андрей. Вы знаете, я ни разу не был ни нокдауни, ни в нокауте, поэтому я даже не представляю, как после того, как ты, ну, естественно, был в легком гроге, но мне ни разу не считали, я ни разу не падал на пол. И я примерно представляю, когда ты встал с пола, и когда твой соперник уже празднует победу, прыгает там или радуется, или вообще ушел из ринга, так вот ты надолго запоминаешь этот момент, и, скорее всего, в следующий раз ты боишься, вот ты упустил, просто минутой там больше вылетел из твоей жизни, да? Если это повторяется, то если это третий, четвертый раз, это уже становится болезнью. И, наверное, поэтому есть определенный страх уже в следующий раз, там, скажем, в восьмой, как в данном случае, уже не оказаться на полу. Сложно говорить, но бывают и похлеще, скажем, вот буквально на днях в Краснодаре проходил, я могу это сказать, и это нужно сказать, это был на самом деле шок для людей, которые это видели. Проходил боксерский поединок, и там была небольшая заминка. Мы, комментируя этот матч, были в легком недоразумении, когда наступила пауза. По сценарию должен был выйти боксер уже давным-давно, и не выходит никто. Вот, я созвонился с ребятами, с судьями, с боксерами, и мне рассказали, что один боксер просто-напросто испугался, закрылся в раздевалке и не вышел на бой. Престак в себе. Да, вот это да. Ну, по-настоящему, в мире единоборств, это, ну, некий нонсенс. Такое тоже случается. Итак, у нас третий раунд. Ничего, как говорится, в ринге не меняется, и неплохо, в общем-то, отбивается венгерский спортсмен. Он пропускает, он пропускает такие вот удары, особенно через руки, между перчаток, потух еще иногда. Ну, рано или поздно это должно сказаться на его таком физическом состоянии. По крайней мере, мы уже не раз видели, как голова просто-напросто устает от пропущенных ударов, и от несильного удара боксер опускается на колено. Вот, похоже, пресс начался со стороны немецкого спортсмена. Вкладывается в каждый удар Келлинг. Прямо видим мы, насколько разница манера атаковать немецкого боксера и венгерского. Вот, очень правильное слово, Андрей, подобрали. Нежин в своих атаках венгер. Прямо бросается в глаза, он не вкладывается, он как будто не хочет злить своего более мощного оппонента. И так, как бы, ну, бьет, и отходя, и у него даже такое выражение лица, что, может быть, удастся все-таки отскочить и продержаться хотя бы до следующего раунда. Да, ему все сложнее и сложнее. Вот, конец третьего раунда, все меньше и меньше он уже контратакует. Я говорю про Даниэля. Ну, в общем-то, боксер-то умеет атаковать. И боковые, и прямые удары снизу он наносит очень-то технично. Но, так вот, в последний момент, когда перчатка должна жестко дощить с цели, вот прям, как-то он ослабевается удар, как бы боясь, что ли, нанести травму своему сопернику. О, Даниэля. О, Даниэля. О, Даниэля. О, Даниэля. Доброе утро, что ты в тренинге, да? У нас начинается четвертый раунд, и на данный момент, наверное, только одна интрига остается в этом поединке. Удастся ли Даниэлю Регги продержаться, ну, не то что до конца этого боя, удастся ли ему продержаться эту трехминутку, а потом и следующую. Я так подозреваю, что именно такие цели и задачи ставят себе венгерские боксеры. Вот сейчас не упасть, сохранить свое вертикальное положение до окончания раунда, а там уже видно будет. Вот есть в каждом виде спорта своя психология. Я прекрасно помню, когда я был спортсменом, и когда был очень сложный поединок, мне почему-то, вот, я как-то чувствовал, да, и у меня почему-то начинался отсчет до конца боя с конца поединка. То есть я реально понимал, осталось шесть, осталось пять, осталось четыре раунда. Ты ждешь это окончание, потому что, ну, может быть, даже поединок равный, и какой-то человеческий страх, вот, быстрее бы это все закончилось. Я думаю, что здесь, в этом бою, это точно играет. Вот он считает, да, сколько там уже осталось мне, осталось два с небольшим раунда. Вот, он все больше и больше пропускает удары, я говорю про Даниэля. Ему уже деваться некуда. А, кстати, его соперник Келлинг, он уже не про... Меньше стали ходить по часовой стрелке боксеры по рингу, и нет-нет, да перерезает углы. Вероятно, секунданты подсказали ему, что нужно иногда делать несколько другие. Вот, вот, как сейчас, посмотрите, хотел уйти туда вот вправо венгерский спортсмен, нет, перекрыл ему дорожку Келлинг. С точки зрения технической, с точки зрения роста мастерства, я очень сильно сомневаюсь, что для Энрико Келлинга вот этот вот парень, Даниэля Реги, является, ну, каким-то, скажем так, человеком, который поспособствует, да, его росту в профессиональном смысле. И раньше, вот, довольно-таки долго я размышлял на тему вообще смысла вот таких поединков, когда просто на растерзание отдают вот такому проспекту какого-то боксера. Возможно, речь идет о воспитании именно личности, духа такого, ну, победителя, и, как говорят часто в единоборствах, инстинкта убийцы или инстинкта хищника. Вот он, первый нокдаун, жесткий левый боковой. Да, ну, иногда он серьезный. Приходит в себя Даниэль. Ну, знаете, закончить, хотелось бы закончить эту тему, я не знаю, это, скорее всего, менталитет, вот именно немецкий, это определенная осторожность, не сделать ошибку не только будучи спортсменом, но и будучи менеджером и промоутером. Можно вырастить, довести все-таки боксера до титула, а там хотя бы частично отработать вложенные в него деньги. Ну, выиграл он, допустим, титул, ну, все, тогда уже, как говорится, он зарабатывает, левидение платит. Допустим, проиграл он, по контракту ему дают не полный гонорар, а какую-то часть, а какая-то часть уходит, просто она покрывает затраты, вложенные в него, как в данном случае. А, естественно, вот с такими соперниками, ну, не растут боксеры, ну, вот этот жесткий удар, не растут. Это очередной оппонент, может быть, от боя к бою оппоненты чуть-чуть сильнее, но не сильно, пока их берегут. А, скажем, мексиканский бой или американский, там выживает сильнейший. Да, вот как раз, когда вы говорили на эту тему, мне сразу же пришли в голову мексиканские ребята, где там чуть ли не каждый бой, это настоящая война в ринге. И специально подбирают бойцов примерно равного уровня, и, как абсолютно вы правильно заметили, да, выживает сильнейший. Это такая, похоже, банка с пауками, там, где чуть ли не с 16 лет, они пожирают друг друга. И если выходит какой-то парень, вырывается наверх, то это реально настоящий терминатор. Ну, в хорошем смысле этого слова, конечно же. Я прекрасно помню те месяцы, когда я находился в США на контракте, и вначале нас возили по разным залам. Это было вначале Филадельфии, потом мы переехали в Бостон. Так вот, в Филадельфии столько боксерских залов, я, ну, столько нету, наверное, в России. Так вот, из одного зала в другой, причем залы не самые лучшие, там они какие-то полуподвальные, там мухи летают, извините, пожалуйста. И очень много людей находится. И мне, так вот, я задал вопрос тренеру, а говорю, кто это люди? Он говорит, они хотят проводить спарринг. Здесь, если боксер какой-то готовится, да, мы подбираем ему таких молодых, дерзких ребят. Так вот, платим примерно 100-150 долларов за спарринг. За эти 100 долларов они на уровне чемпиона США готовы отодраться 2-3-4 раунда с чемпионом, допустим, мира. И чтобы в следующий раз снова прийти в следующей неделе, заработать ту же сотню. Ну, а здесь очередной раунд уже подходит к концу. Как вы помните, был уже нокдаун. И выживает на самом деле венгерский спортсмен Даниэл Регги. Все больше и больше ударов наносит его оппонент Энрика Келлинг. Но все-таки хватает, хватает. Как-то успевает еще огрызаться Даниэль. Да, но он скорее это делает для того, чтобы дать себе передохнуть от этого града ударов. Да. Он наносит ответное для того, чтобы хотя бы не получать в этом. Да, удары, которые летят в свою сторону. Очень устал венгер, это видно невооруженным взглядом. Два жестких удара. Но устоял. Миллиметры буквально пролетели они. Вот очередной нокдаун. Наверное, встанет. Но устал. Он не хочет боксировать. Раз он тягнул, значит продолжит бой. Окей, сказал судья. И мигнул ему еще раз венгерский спортсмен. Бой продолжается. Ну, я думаю, что концовка неизбежна. Концовка этого боя несколько раньше финального гонга. Даже в пятом раунде. Да, всего на этот поединок было запланировано максимум 8 раундов. Это обыкновенный рейтинговый бой. Конечно же, никаких здесь титулов накануне стоит. В отличие от первого поединка, который мы сегодня увидели. И в отличие, конечно же, от главного боя сегодняшнего вечера. Пол Смит, Артур Абрахам. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Ну, а мне бы хотелось, чтобы Артур Абрахам уступил. Оттон. Очередной нокдаун. Третий. Поднимает руки. Готов драться боксер вновь. Ну да, готов. Смотрите-ка, а. Ну, в гонке его спас, на самом деле. Там буквально трех ударов не хватило для того, чтобы поединок закончился. Вот, я думаю, что сегодня поединок главного, главный поединок получится интересным. Артур Абрахам, несмотря на свой возраст, покажет все зрелищнее и зрелищнее свои бои. А соперник в этот раз у него не самый сильный. По-моему, все бои он провел в Великобритании. Да, насколько я помню, 31 год ему. 38 место в мировом рейтинге по версии боксрека у этого англичанина. Такой крепкий середняк. Ну, посмотрим. Тут, как говорится, никогда не знаешь. Это, по большому счету, для Пола Смита это главный бой жизни. Скорее всего, главный бой в карьере. Потому что ему 31 год. И сейчас он проигрывает. Вряд ли уже будут у него такие возможности. А здесь выиграть один бой и сразу же совершенно другой жизнью зажить, так сказать. Оправдать вообще все эти годы занятий бокса, все эти поединки с не очень значимыми спортсменами. И тоже вот такой психологический момент. В каком настрое подойдет Пол Смит к этому поединку, будет очень важно. Именно для того, именно в том смысле, получится ли ярким бой или не получится. Потому что если он приедет уже с мыслью отбыть просто номер, проиграть достойно и уехать поскорее обратно, это, конечно, будет не очень интересно. А если он выложится на 100% и покажет все, что может, тут возможны варианты. Но нельзя забывать, что Артур Абрахам выходит как на очередную защиту. Это для него, скажем, просто очередная защита. Вот не больше, не меньше. Да, конечно же, он хорошо готовится к поединку, изучает соперника. Но для его соперника тут зависит от мотивации, естественно, от психологии человека обязательно и от его характера. Потому что для кого-то это большой стимул выйти с чемпионом и завоевать титул даже, ну, похоже, окончание боя. Так вот, завоевать титул, да, даже не на родине, а у него в гостях, а для кого-то это просто страх. Бой закончен. Бой закончен. Ну и на самом деле хватит уже, как говорится, рефери, скорее всего. Стало жалко венгерского спортсмена и сколько можно падать. И причем он пропустил настоящий нокдаун и нисколько не играл. Каждый раз он где-то на 2-3 секунды терял сознание. Или падая, или вставая на колено. Ну, такой крепкий, честный парень, венгерский спортсмен Даниэр Эггия. 11-е поражение сейчас в его карьере произошло. Ну и увидим мы, скорее всего, его еще на турнирах за Орланд Эггент. Хотя боксеров такого уровня в Европе очень много. Если посмотреть на карьеру Даниэля Эгги, он исколесил всю Восточную Европу, периодически заезжая в Германию для того, чтобы проиграть. Ну, а вот в Словакии, в Бенгрии у него как раз больше побед, чем поражений. Ну, это как раз тот самый случай, когда на родине боксеры там в своих местных залах набивают победы для того, чтобы потом был смысл приглашать ему какие-то более серьезные деньги как раз вот на такие поединки. Подчас такие боксеры, отработав спарринг-партнером в той же Германии, допустим, его приглашают просто в качестве оплаты его труда, ему предлагают поединок. Так как он, во-первых, в форме, он готовился к бою, во-вторых, ему должны что-то заплатить. А какой смысл приглашать его просто на тренировки и платить? Ему лучше сделать ему бой, опять же, чтобы другой немецкий спортсмен выиграл его. Вот и все. Здесь схема простая, как говорится, и она давно уже придумана. И это происходит в разных странах, в разных европейских, американских. Это обыкновенная практика. Ну, мы поздравляем Энрико Келлинга. Очередная победа. Тонс абсолютно спокоен, никакой радости здесь такой особой мы не видим. Но это понятно. Еще один маленький шаг делает Энрико к своей великой мечте. Энрико Келлинг.